Всем привет! Вы на канале Виктории. Сегодня я хочу вам показать свою радугу из парфюмерии. Я увидела эту идею на канале у Даши. Она, конечно, показывала свою радугу из косметических средств, но я решила, что мне будет интересно показать свою радугу из парфюмерии. Кого интересен такой формат видео, прошу приятного просмотра. Итак, начну я свою радугу. Красный цвет, конечно, это Рената. В моей коллекции это фруктово-цветочный аромат, шикарный рубиново-красный флакон. Ноты здесь бергамот, личи, красное яблоко, красная роза, гордыния, красные ягоды, мускус, пачули, ваниль. Аромат, конечно, начинается сразу сладкими фруктами. Это яблоко, личи, потом добавляется ваниль, ягоды, сироп черной смородины. Постепенно раскрывается роза. Хорошо слышно пачули, амбра. Красивый аромат и не менее красивый флакон. Следующий цвет, оранжевый. У меня это Дона Феличи. Конечно, яркий представитель флакончик оранжевого цвета. Наверное, под шкурку апельсина такой шероховатый. Это древесно-цитрусовый аромат, бергамот, лимон, мандарин, зеленые ноты, средние ноты, ландыш, бархат, цирроза, базовые ноты, ветив, вертиковое дерево, амбра и мускус. Для меня это цитрусовый аромат на деревянной подложке. Вот это растомное дерево под солнечным зноем и вот эти аромат апельсинов, цветка, наверное, апельсина. Очень интересный аромат такой, как прогулка по цитрусовой аллее. Теплое дерево, нагретое солнцем. Следующий цвет, это, конечно, желтый. Желтый ассоциируется с летом. И у меня это Элвис Сана Джой. Это аромат цветочно-фруктовый. Вот такие вот камушки с желтым ароматом. Конечно, здесь ноты аромата. Это бергамот, водяная лилия, ананас, груша, малина и одуванчик. Летний, теплый аромат. Четко чувствую пыльцу одуванчиков. Она раскрывается приятной горчинкой. Нота одуванчика солирующая. Водяную лилию и грушу тоже хорошо слышу. Конечно, этот аромат я люблю. Он такой ностальгический. Он очень похож мне на аромат Мидсаммер. Там была нота сочного грейпфрута. Следующий аромат зеленого цвета. Зеленый цвет, конечно, ассоциируется с весной. У меня это Дыхание весны. Аромат от Ифраше. Зеленый флакончик. Это цветочно-фруктовая группа аромата. Красный, оранжевый, желтый, зеленый. Красиво их. Вот так. Заявлены здесь ноты яблоко, роза и кедр. Несложная композиция. Цвет во флаконе зеленый. Это навевает свежесть, весеннюю легкость аромата. Зеленое, сочное яблочко. Он не шлейфовый. Средняя стойкость. Но мне нравится этот весенний аромат. Он классный. Следующий голубой цвет. У меня это представитель Эйван Энканта. Нефритовый цветок и шелк. Туалетная вода с ароматом экзотических цветов. Вот такой красивый, интересный тоже флакончик. Необычный. Группа цветочно-древесные. Заявлены ноты нефритовая лоза, бразильская гордыня, бергамот и кашемировое дерево. Аромат сразу раскрывается искрами цитруса. Это бергамот. Я его слышу сразу очень четко. Затем раскрывается цветочный букет жасмина и гордынии. Аромат постепенно обволакивает, становится легким, нежным, как шелк. Может быть, это даже и домашний аромат. То есть, он не сильный, но приятный. Следующий синий цвет я выбрала для себя. Это амбр эликсир кристалл от Арифлейм. Это такой, конечно, синий-зеленый цвет. Наверное, да? Такой вот цвет аквамарина, наверное. Это группа восточно-цветочные. Заявленные ноты грейпфрут, водные ноты, амбра, ампельсиновый цвет, фиал, катмин, сахарный тростник, ваниль и кокосовое молоко. Цвет жидкости, аромата, конечно, небывалый. Такой яркий, синий-зеленый. Очень интересный. Поэтому привлек мое внимание, когда я почитала Балтийский морской аккорд. Меня заинтриговал этот лозунг, призыв. Я приобрела этот аромат. Аромат такой тяжелый, вязкий, соленый. Сначала водные ноты, потом кокос и в конце амбра со сладкой ванилью. База, конечно, держится очень долго. И в завершении фиолетовый цвет. Я выбрала Дайван Роял. Вот такой красавец. Это группа цветочно-фруктовые. Здесь верхние ноты коктейльная вишня, мандарин, розовый перец, средние ноты аморалис, гордыния, жасмин, базовые ноты, ваниль, мускус и сандал. Я, конечно, сразу не приобрела этот аромат как новинку. Потом уже по отзывам девчонок я заинтересовалась им, попробовала. Ключевой ингредиент аромата, конечно, это царственный аморалис. Он расцветает зимой. Это роскошный цветок такой с крупными соцветиями. И действительно он здесь солирует, эта нотка этого цветка. Это красивый такой элегантный аромат. Очень слышу в нем виноград. Не знаю почему, но в пирамиде его нет. Может быть из-за цвета самого аромата. Аромат сочный, яркий, с нотами цветов и перца. Вот такая была моя ароматная радуга. Если вам интересен такой формат, покажите свою радугу. Мне будет тоже очень интересно посмотреть. А на этом все. До новых встреч на моем канале. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok